Эта программа «Говорит губерния» Вы знаете, есть такое выражение «Весёленький ситчик» Ситчик значит, что такое вот весёленькое, несерьёзное, недорогое Ну, не будем говорить дешёвое А помните, ещё у Маяковского в поэме «Хорошо» было «Побольше ситчика для наших комсомолок» Что-то такое вот пролетарское и недорогое А между тем ситец может быть предметом высокого искусства И ради него даже создан целый музей И в эту пентицу в нашем Градековском музее открывается экспозиция Ивановского музея ситца Точнее, музея Ивановского ситца Заведующая музеем сегодня у нас гости Здравствуйте У нас в гостях Галина Карева Здравствуйте Сразу скажу, у Галины отчество Галина Алифтиновна Я подумал, что это самое Ивановское отчество которое только может быть Ну, в хорошем смысле Кадриль, ситец, алифтин Ну, это странные ассоциации Ну, хорошо Давайте все-таки к делу перейдем Что представлено в экспозиции На что можно будет посмотреть Ну, наша выставка вообще посвящена Иванову и посвящена ситцам Иваново – это текстильный край Там промыслу текстильному Более чем 300 лет Начинался он с неного промысла С простейшей набивки, которые наносили деревянными досками В истории Ивановского ситца были очень необычные моменты Вот здесь сейчас цитировали Маяковского Так вот, в экспозиции представлены удивительные агитационные ткани Это вообще была целая эпоха Когда ткани потребовались в качестве трибун для пропаганды новых ценностей Меняется страна, меняется государство И надо было, чтобы очень быстро изменился быт Архитектуру – это долго строить Мебель тоже людям долго строить, чтобы она появилась А вот ситцы – материал более быстрый И если девушка носит платье, на которой написано Пролетария всех стран соединяетесь Или там заводы, фабрики Она приобщается к новым ценностям Она становится сознательной Я вот подумал, почему именно ситец Вот такое значение в России приобрел Видимо, это особенно технологии Которые позволяют раскрашивать в любой цвет Самые радужные Сначала ситцев не было Традиционная одежда – это лен И первые наши ткани мы тоже показываем Они льняные, они грубые, они толстые Потому что, по крайней мере, в Иваново-центральной полоса Там холодно, поэтому толстые льняные ткани А ситец к нам пришел во время промышленной революции уже, да? Ситец к нам приходит в 18 веке Дело в том, что наши крестьяне торгуют с Персией Оттуда привозят краски И оттуда привозят первые хлопчатобмажные ткани Которые были другими Которые были тонкими, цветными И потом появляются текстильные школы В Москве, Петербурге и в Иванове Ну, соответственно, все-таки что можно будет увидеть на экспозиции? Ну вот я говорю, что там будут представлены агитационные ткани Там будут представлены огромные агитационные панно А вообще к ситцам прибегала политика, прибегало общество неоднократно Там можно увидеть будут платки с императорами Потому что была огромная серия 1913 года А, в честь 300-летия дома Романовых Там были национальные герои Иван Сусанин, там был Михаил Федорович Романов со всеми этими сценами Там можно будет увидеть платки, которые посвящены 100-летию войны с Наполеоном Потому что это тоже событие, тоже большой юбилей А вот вы знаете, я вспомнил, вот советским лидерам дарили различные ковры, вот вышитые, да, в свое время Наверняка и ситца тоже делали какие-то картины, которые дарили вождям Или они украшали, может быть, кабинеты, там, партийных деятелей Береговорят, война 12-го года Нет, война 12-го года это одно, а советский период это несколько другое Это вообще другая стезя нашей истории, мне кажется Ну, мы там показываем огромное панно 30-го года, на котором вышибка Потому что у нас тоже были предприятия, которые занимались и ручной вышибкой, и промышленной Там трактор, трактористка женщина, потому что это Паша Ангелина Вот она, Паша, это Поле 30-й год, ручная вышибка клади Ну, а все-таки можно называть ситец именно пролетарской тканью? Более доступной, чем все остальные Не случайно же в поэме «Хорошо» именно ситец, побольше ситчику для комсомолок Ситец прошел разные этапы в своей жизни Для 18-го века ситец материал дорогой и очень модный Потому что он только появился, на него мода Из него шьют утренние платья, которые с фистонами, которые длинные, которые чуть-чуть в цвете Ситцами обивают стены, потому что 18-й век приносит моду на ситцевые гостиные И там были совершенно другие ситцы, с крупными рисунками, с узорами, с горами, с розами Модный и дорогой Промышленность развивается А промышленное искусство, это, конечно, искусство более быстрое, более дешевое Поэтому ситец постепенно дешевеет А сейчас из этого материала производят какие-то, может быть, кто приобщает к искусству? Может быть, какие-то произведения искусства? Ну, вот я видел по фотографиям, там такие вполне современные платья Ну, вообще, конечно, по-прежнему работают дизайнеры И вообще, многие приметы, на самом деле, времени, науки, они тоже ложатся на ситцы Когда появились телескопы, появились космические рисунки Когда появились микроскопы, появились рисунки, похожие на клетки, на деления Когда шла война, та же империалистическая, или была победа, появились военные рисунки Которые связаны, там, Кричков, Георгиевский кавалер, с нами Бог Это первая империалистическая война Или победа будет за нами, это Вторая мировая война, юбилей, 30-летие, 47-й год Тоже для этого ткани Скажите, пожалуйста, а в музее вообще есть экскурсоводы, которые смогут рассказать вот эту вот всю историю? Потому что здесь вы рассказываете все очень интересно А когда приходим в музей, часто сталкиваются с тем, что просто посмотрели, как на красивые картинки Ну, во-первых, мы будем проводить методическое занятие Мы будем рассказывать, как надо подавать Кроме ситцев, мы привезли сюда материалы про нашего коллекционера Дмитрия Геннадьевича Бурылина Который мечтал в городе Иваново-Вознесенский построить музей цивилизаций И посетители нашей выставки могут увидеть масонские ленты, масонские знаки Они могут увидеть восточную коллекцию, фрагмент, как она выглядела Они могут увидеть редкие книги, редкие гербы посмотреть Бурылин мечтал историю цивилизации показать в нашем городе, городе Иваново-Вознесенске Для того, чтобы поднять уровень текстильной промышленности Потому что он считал, что рабочий, грамотный, образованный, он лучше работает А ситец это по-прежнему основа всей экономики Иванова? Для Иваново это большой сегмент экономики По-прежнему каждый пятый метр набивной ткани России выпускается у нас И 80% текстильной промышленности России это Иваново А Иваново по-прежнему город-невест? Город-невест уже, Иваново не город-невест Потому что в 60-е годы, когда этот бренд появился Он появился в связи с чем? Что строят большие текстильные предприятия Ездят агитаторы по всей стране Приглашают девушек, они заселяют в общежитии Появляются диспропорции населения И начиная с 60-х годов в городе будут построены крупные машиностроительные предприятия Завод автокранов, завод технического машиностроения И вот этой диспропорции населения практически уже нет Но остался какой бренд? Мне кажется, им ведь можно пользоваться по полной программе Конечно, брендов много В том числе и Иван Бородина Первого Совета Спасибо огромное Напоминаю, что в пятницу открывается выставка Ивановского Ситца в городокамском музее Очень советую посмотреть Прочитал про историю Ситца Там древняя Индия, Персия, Франция, Англия Да Вообще много всего интересного У нас в гостях была Галина Карева, заведующая музеем Ивановского Ситца